Всем привет, с вами Чёрный Медведь, Байберфилм Инг. Это канал по обзорам, также по мистическим рассказам. Сегодня пойдёт речь о телесериале. Телесериал под названием Клуб полуночников, либо, как его называют по-английскому, The Midnight Club. Клуб полуночников, американский сериал в жанре ужасов, с элементами мистического триллера, снятый Майклом Флэннганом для стримингового сервиса Netflix. Флэннган является шоураннером вместе с Тревором Айси, исполнительным продюсером, а это адаптация подросткового романа Кристофера Пайка. С полуночников, но в него входит ещё несколько произведений Пайка. К примеру, сериал, который состоит из 10 эпизодов. Состоялось 7 октября 2022 года, а 1 декабря 2022 года, телесериал был закрыт после первого сезона. К сожалению, я не увижу второй сезон. Очень обидно. Также Вкратце я расскажу. Вкратце это история про ужасы, рассказанные подростками у Камина. Все они находятся в хосписе. Начинается с героини Елонки. Ей 17 лет, должно быть 18. И через какое-то время узнаётся, что она больна. Не, короче. Не будем произносить вслух. И Хватаясь за ниточки, пытаясь выжить, она в интернете находит сайт, ну, находит сайт там, где говорится о чуде, дотворном извлечении и пишется, где она как раз говорит своему дяде, или я так честно не понял. Он за ней смотрит. Не, не дядя. Он её приёмный отец. Вот так. Вроде как. Её мать тоже не её родная. Ну, короче, если посмотрите, в принципе, думаю, может вам понравится, можете хз. так вот. Она едет туда, чтобы как бы узнать как раз по поводу как же та девушка излечилась в 68-69. Но, к сожалению, новая владелица ничего об этом не знает и Лона её посвящает, можно так сказать, в некоторые познания истории самого места, где расположен как раз этот хоспис. Там то ли оккультные оккультизмом занимались, то ли чем, ну, всегда были восемь человек, которые каждый раз рассказывали страшные истории и потом записывали в книгу. Эта книга находилась в библиотеке, в их собственном библиотеке. Как изначально говорила владелица, что она не собирается ничем указывать им либо говорить, что правильно, что неправильно. Она заставляла за ними выбор. Они могут провести его так же, как они захотят. Делать, что захотят. выполнить какие-то неизрешимые, можно так сказать, дела, действия, которые запомнятся на всю жизнь. Ну, и остальные с каждым годом проживая в общем, не буду спойлерить под конец. Ну, я как бы увидел, что 11 серия должна быть. Но если сериал закрыли, вот как сейчас прочитал, то значит 11 серии не бывает. Также клуб полуночников и на основе скорее всего сериалов еще тех времен 90-х годов Боишься ли ты темноты, потом Боишься ли ты темноты сделали еще сериал отдельным уже позже. Сейчас даже скажу когда. Ладно, не скажу. Сами сбейте. Или скажу сейчас. боишься ли ты тиранты. Он снимался где-то 6 лет с 1990-го и закончили в 96-ом. Это самое первое. канадский телевизионный сериал в жанре ужаса созданный ДЖ Макхейлом транслировавший на телеканаде Никелоген. канадская компания Синар и сам же Никелоген. Ссылки проходили в основном в Канаде. Сериал снимался в двух частях. Первая из пяти сезонов была снята с 90-го по 96-й год. Вторая с двух сезонов спустя три года с 99-го по 2000-й. Премьерный показ пилотной серии The Tale of the Twister Clave состоялся в октябре 1990-го года в Канаде где Синар шел на телеканале Я-ТВ. В США он демонстрировался с 31-го октября 1991-го года. А на Никелоген в период с 15-го августа 1992-го по 20-й апреля 1996-й год. В общем а также сериал который был выпущен в 2019-м году и там тоже идется о подростках и клубе полуночника. И он также само называется Боишься ли ты темноты В англой версии он называется Are You Afraid Of The Dark Боишься ли ты темноты Детектив драма приключений триллер ужас и фантазии режиссер Дин Израил Лайт и Джефф Оудло Мэтьис Хэндл сценарий Бен Дэвид Грабинский Нед Кэндл Дже Майк Хэйл продюсер Джастин Томас Биллингс Испенсер Берман и Крис Фос Это 19 года сериал В общем если хотите понять саму суть всех этих историй то наверное Нуда нужно не вбиваться в роман Кристофера Пайка на который был на основе написан снят Клуб Полуночников а начинать с глубины 90х годов боишься ли ты темноты Советую ли я и то и то и то скорее всего да я советую все посмотреть всем субтитры Все, на трех каналах выйдет, наверное, уже в пятницу, которая выйдет. Все, всем пока, до скорого. Ставьте лайки, пишите комментарии. На самый какой-то сумасшедший комментарий, наверное, который затрагивает эту тему. Также посмотрел других людей, которые делали обзоры на это. И, мягко сказать, тоже не понравилось. Ну, и мне лично понравилось. Я вот за ночь, считай, да, за ночь просмотрел все 10 серий. Я, можно так сказать, доволен. Возможно, потому что мне нравятся ужасы. Все это. Я и задал один вопрос. Ну, смотри. Ну, ладно, мы пообсуждаем чуть позже. Может, прямой эфир выйду. Не знаю. Всем пока. До скорого. Подписывайся на канал, ставь лайк. Пиши комментарий. И не забывай парк колокольчик. Вот серьезно. Подписывайся. Не думай о другом. Подпишись. Поставь лайк. Напиши комментарий. Твой комментарий лайкнул. Обязательно час буду лайкать комментарий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.